Библейский портал экзегет.ру представляет 47 глава Эзекииля. Читаю свой перевод с небольшими комментариями для библейского портала Экзегет. Мы находимся в идеальном храме, храмовом комплексе, который описывает Эзекииль. И вот долго и подробно мы говорили вслед за Эзекиилем об архитектуре этого храма, о его планировке, о ритуальных подробностях, когда какие жертвы приносятся, где устанавливаются границы между священным и обычным. Это базовая тема Эзекииля во всем этом повествовании. И вдруг в 47 главе появляется немного неожиданная тема. Давайте прочитаем, потом прокомментируем. «Затем он, загадочный спутник, ангел, который ведет Эзекииля как гид экскурсанта, затем он привел меня ко входу во храм, и из-под порога бил родник, текущий на восток. Сам храм был обращен входом на восток, и вода вытекала из-под правой стороны храма на юг от жертвенника. Он вывел меня через северные ворота и провел кругом к внешним воротам, обращенным на восток. Вода текла справа от них». Тоже вот Эзекииль такой фанатик географической точности, топографической точности. Он все очень описывает подробно. «Он пошел на восток, держа в руке мерный шнур, тем, которые отмеряют расстояние, отмерил тысячу локтей, ведя меня по воде, воды было по щиколотку. Он отмерил еще тысячу, ведя меня по воде, воды стало по колено. Отмерил еще тысячу, ведя меня, воды стало по пояс. Он отмерил еще тысячу, и дальше идти было уже нельзя. Так поднялась вода, что надо было плыть. А вброд этот поток было не перейти». Смотрите, из храма течет ручеек по щиколотку, по колено, по пояс, а дальше уже выше человеческого роста. Вот что это? Вот все эти правила, все это бесконечное деление. И вдруг из храма какой-то такой поток, а ведь Ближний Восток – место засушливое, там вода – это символ благодати, символ жизни, символ того, без чего человек просто физически не может существовать, да и вся природа. И вот храм – это одновременно источник, и вода, она же не знает границ. Вот все границы построили, поставили, и вдруг из храма вырывается что-то такое, что абсолютно безбрежно, беспредельно, и что только тем глубже, чем дальше оно от источника. Вот парадокс, да, это как бы полностью противоположно всем описаниям, собственно, из-за Киевых этих дворов, помещений, которые там до деталей, где крюки в стенах, сколько там толщина стен и так далее. А вот вода, которая – живой поток, и ее вот не измерить, ее не перейти. Он сказал мне, видишь, Сын Человеческий, и вывел меня к берегу этого потока. Когда я вышел на берег, он увидел множество деревьев по ту и другую сторону. Он сказал мне, эти воды текут в восточный край, они стекут в долину Иордана и вольются в Мертвое море, тогда пересоленные воды Мертвого моря исцелятся. Куда не вольются эти потоки, там будет живность и будет множество рыбы, потому что эти воды принесут исцеление. Мертвое море, оно потому и мертвое, что вода в нем насыщенной соляной раствор, в нем ничего живого не может существовать. И вот течет, оно в море смерти на самом деле, и вот течет источник жизни, который эту смерть преображает в жизнь. Жизнь будет везде, куда бы ни достиг этот поток. От Эйнгеди до Эйнаглайма, это вот точки в пустыне недалеко от Мертвого моря, встанут рыбаки и закинут сети, и будет в них такая же рыба, что и в Великом море в большом количестве. Вот будет водиться рыба. А болото и лужи вокруг него не исцелятся, останутся для соли. Маленькое примечание. Вообще-то это самое Мертвое море ценный источник солей и минералов. Если оно все станет пресным, то как же добывать эти соли? А вот останутся болотцы и лужицы, да? В них будут добывать. По его берегам с обеих сторон вырастут всякие плодовые деревья. Листь на них не увянут, а плоды не иссякнут. Они будут плодоносить ежемесячно, орошаемые потоком из святилища, и плоды их будут пригодны в пищу, а листья – на лекарство. Владыка Господь говорит, вот как вы должны разделить землю по уделам между двенадцати племенами Израиля. А дальше, вот смотрите, безбрежный поток, который все преображает, который смерть делает жизнью. А дальше очень конкретная священная география, такая же идеальная, как размеры идеального храма. Двенадцать наделов, двенадцать племен получают свои уделы, вот какие-то конкретные полоски земли. Вы должны разделить ее поровну, как я поклялся вашим предкам, то есть делит на самом деле Господь. Это будет ваше наследственное владение. Вот каковы границы этой земли. С севера до Великого моря рубеж идет мимо Хитлона и Левохамата до Цедада. Я не буду переводить это в какие-то современные географические названия, отчасти они определяются, отчасти нет. Но, в общем, это более-менее границы священной земли Израиля. Берет из Севраема, что между областью Дамаска и областью Хамата, до Хацер-Хаттикона, что на границе Хаурана. От моря граница пройдет до Хацара-Инона, что на границе с Дамаском, по северной границе Хамата. Такой будет северный рубеж. Восточный рубеж проходит между Хаураном и Дамаском, между Галаадом и страной Израиля, по Иордану, вплоть до Восточного моря, Мертвое море. И далее до Тамара. Такой будет восточный рубеж. Южный рубеж от Тамара до Меревод-Кадыш, по сухому руслу до самого Великого моря, то есть Средиземного. Такой будет южный рубеж. А западным пределом будет Великое море, от южной границы и доля Хамата. Такой будет западный рубеж. Эту землю вы сами поделите между племенами Израиля. Разделите ее между собой по наделам, включая переселенцев, которые поселились у вас и обзавелись потомством. Они будут у вас, как природные сыны Израиля, и получат наделы среди племен Израиля. Выделите каждому такому переселенцу участок из-за дела того племени, в котором он живет. Пророчество владыки Господа. То есть вот, наконец, после священного он переходит к разделу земли для обычных людей, для племен Израиля. В следующей 48 главе он уточнит, как это будет происходить конкретно. Но важно, что всем находится место. Что вот есть место и время, и правила для священных ритуалов. А есть место для жизни. И вот это тоже важно. Это тоже часть этого нового соглашения, нового идеального Израиля, в котором все будет как-то гораздо лучше, прочнее, чище, долговечнее, чем было в старом, до разрушения Иерусалима. Иерусалима. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...